За 75 лет многое может стереться из памяти, но только не события времен Великой Отечественной. В преддверии 9 мая родственники героев приходят отдать дань памяти победителям. Валерия Дедловских приходит сюда каждый май. Дань памяти родственнику Николаю. Говорит, он ушел воевать со всем мальчишкой. 18 лет. Он только женился на женщине с голубыми-голубыми глазами. И его забрали на войну. Сначала Финская, следом Великой Отечественной. Младший лейтенант десантного батальона. Командир взвода противотанковых ружей. В 42-м Николай Дедловский воевал под Сталинградом. Несколько суток боя, но солдаты не сдали. Миллион немцев воевали против нас. Это коричневая чума. Миллион немцев. И мы все-таки победили, несмотря ни на что. Боевой товарищ Николай написал письмо его жене Марии Егоровне. То самое, которое боялись получить с фронта. Сегодня эти строки с болью и гордостью вспоминает Вера, племянница героя. Они выбили немцев из села Латашкино, где десант бился около 4-х суток. Большинство погибло, в том числе и Николай Иванович Дедловский. Память о героях хранят бережно. Шесть красных гвоздик, дань уважения, смелости и отваги возлагает к монументу «Священная земля Сталинграда». С особым трепетом вспоминает то место, где он воевал и то, где родился. Наша семья жила прямо около самой церкви в Коробейниково, где находится икона Казанской Божьей Матери села Коробейниково, щилд Алтайского края. И может быть даже сама Богородица послала этих мальчишек защитить нашу страну. И они отстояли ценой своей жизни. А в День Победы их родные встанут в ряды бессмертного полка в этом году онлайн, чтобы мы и будущее поколение помнили. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.